Добрый день, Алексей! Добрый день, Игнатий! Мир тебе! Мир тебе, брат! Да, хотя хочется пообщаться с тобой. Ты только, слушай, сейчас сначала я скажу. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Ты не против? Да, Игнатий, о чём мне скрывать-то? Ну, я и говорю, ты не против? Нет, я не против. Всё, говори, пожалуйста. Ты меня видишь нормально? Да, я тебя вижу. А ты меня не видишь? Нет, я тебя не вижу. Не видишь? А, вот сейчас вижу. Вот. Второй брат там приветствует его тоже. Мир вам! Вам, Игнатий, во-первых, передаёт Вале, Валере поклон. Валера третий год со мной занимается, очень так настойчиво и постоянно. Хорошо. Он хочет тебя ещё увидеть раз, пообщаться с тобой. Вот, Валя, Нина, Нина, наверное, это, ну, последние дни у неё злокачественные опухоли на груди, вот, которая крестилась со мной вместе. Вот. Вот. Тоже она, ей очень плохо сейчас, и тоже, как бы, от тебя хочется получить наказ какой-то на путь. Сейчас послушаю, Алексей, у тебя что за глазок такой? Ты прямо, это, близко совсем, отодвинься маленько. Вот так вот, и, во-во-во, вот так закрепи на этом. Вот так. Да, я, я, у меня, Игнатий, у меня планшет, не ноутбук. А-а-а, ну, ладно, говори, Нине передай поклон, я её помню. Так, ты передать поклон, Вале поклон, ну, Валя тебя ещё увидит. Да, Валя была жена ещё у нас в лагере с внуком. Игнатий, мне вот такой один вопрос мучает всё время, знаешь, позапрошлом году, когда мы у тебя были, вот, Валера, Нина, это, и Валя. Вот, и ты, я к тебе подсел на скамейке, ты, наверное, этот момент мог и забыть, он такой, как бы, знаешь, ну, незначительный был. Я подсел и говорю, всё время хочу, Игнатий, тебя увидеть. Вот, ты сказал, слава Богу, вскочил и отошёл. Я думал, может, про какое дело ты вспомнил. А ты встал в стороне и стоишь, я не понял, и до сих пор я мучаюсь этим, понимаешь? Именно, чем ты мучаешься? Поясни, чтобы я понял. А, и чем? То, что ты мне резко от меня встал и ушёл. Я вообще приехал с тобой пообщаться час-два наедине, один на один, чтобы так побеседовать. Ну, вот, понимаешь, ты хотел, это твоё желание. Надо учитывать другую сторону, и какой будет ответ ты должен принять. Когда мы у кого-то что-то просим, желаем, то два варианта. Будет положительный или отрицательный. Ты за всё должен благодарить Бога. А ты заранее наметил, со мной не посоветовался. И поэтому мои действия, они... Зачем под обсуждение подходить? Ты вправе был приехать из Казахстана. Я вправе в России был встать и отойти. Ты получил, что хотел. Сейчас говори, пожалуйста. Никогда не надо бы за это сцепляться так, как будто бы один вариант. Два варианта. Ты просишь, я имею право отказать, имею право отдать. Ну, я понял. Всё. Никогда не мучайся этим, я к тебе ничего не имею. Я сделал так, как у меня побуждение сердце было. Игнатий, я только хотел сказать, чтобы ты меня правильно понял. Я уже 8 лет в покаянии, живу чистой жизнью. Проповедую, как могу. В поезде проповедую, вот ездию. И вот Валера, мы занимаемся, читаем постоянно это. Блаженном феофилатом, толкованием. Всё мы это изучаем. И каждое воскресенье мы не пропускаем. Если даже в воскресенье когда-то что-то не пропустят, мы всё равно среди недели выбираем время, наверстываем то. Понимаешь, мы занимаемся как следует. В Вале ещё одна ходит женщина тоже с Валерой, они приходят. Мы тоже занимаемся. Ну, ещё многие были, тоже отошли, как бы всё так. А Валера, вот уже 3 года он ко мне ходит. Мы занимаемся. Ну, я тоже болею, у меня хотели на операцию, сердце операция. У меня сердечная недостаточность, ну, шунтирование там какое-то, или что в Астану. Вот. Ну, не поехал я никуда. Так. Всё. Думаю, как есть, так и есть. Потому что 70 уже стукнуло, это библейский возраст. 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Ну, больше крепости у меня нету. Вот. 70, наверное, ещё, может, с хвостиком маленько что-нибудь, а потом уже всё. Ну, и вот так вот всё время сердце ноет. Вот. Хочу с тобой просто хоть посмотреть на тебя, хоть два слова услышать. Вот. Мне этого, знаешь, этого, наверное, даже достаточно. Хорошо. Я тебе отвечу по твоей сердечной болезни. Ты должен исследовать свою жизнь и найти, что сердце твоё могло быть другим, если бы ты вёл правильный образ жизни. Болезни часто мы наживаем. Когда человек умирает, я спрашиваю, он пил? Да, пил. Курил, курил. Ну, ещё спрашиваешь. Наркоман 36 лет, дальше не живёт. Настоящий наркоман. Ну, и пьяница. Не надо удивляться. Польский врач говорит. Вот пришёл ко мне знакомый. Ну, и говорит, вот сердце прям, я не знаю, там, шунтирование надо что-то делать. Он говорит, а сколько у тебя отец жил? Он говорит, 62 года. Отец пил? Нет, он не пил. Говорит, он просто верующий был. Ну, хорошо, ты пьёшь, пьёшь. Так, 62 у тебя не получится. У тебя остаётся только, говорит, 54. Куришь, куришь. Ну, откидывай ещё 12 лет. Мужик сжался. Ну, и всё. Тебе осталось два с половиной года. Отключилось. Веди своё. Не, не, не выключай никогда. Нет, нет, нет. Он сейчас может появиться. Выключать не надо без моего разрешения. Вот так. Что-то где-то он задел или что. А вот, прочитай, что это такое. Вы используете пробную версию AirWire. В ней можно записать только до пяти минут за один раз. Активируйте AirWire для скайпа. Два простых шага. Именно. Нажмите здесь, чтобы купить лицензию. Введите ключ активизации. То есть, больше мне не разрешают. Пять минут только. Это не годится. Что за лицензию? И выключить никто нельзя. Активировать. Продолжить испытания. Прервалось и всё. Теперь будет ещё пять. Хочу пообщаться. Вот, но продолжительность шесть минут девятнадцать. Это вообще больше минуты. А как же так? Видишь, как сделали хитрые? Ещё не сделаешь. Её не убрать нельзя никак. Вы купите и не разговаривайте. Так они скоро наложат и на мейлру везде и вырубят. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала.